Селекция Кто-то, не помню, из считателей сайта высказался таким образом, что, мол, как правило, любая рассматриваемая мною тема подается в пакете с другими, и отделить зерна от плевел не представляется возможным. Правда состоит в том, что я пытаюсь не преподносить тему, утонувшую в винегрете других тем, а четко, как можно более рельефно обозначить конкретную тему для обсуждения. В принципе, практически все материалы имеют тематический стержень. Но! Мне хотелось бы, чтобы неудобные в кавычках темы не замалчивались, пользуясь тем, что в каком-либо материале затрагиваются и другие темы. В этом случае съезд с темы не будет так заметен. Справедливости ради нужно сказать, что отсутствие комментариев не будет означать то, что мои сентенсии нельзя опровергнуть. Дело в том, что и горячие дискуссии исчисляются всего несколькими комментариями. А количество комментариев под статьей или заметкой, превышающее десяток, это уже исключение из правил. Свежий пример. Написал заметку о МПК, максимальном потреблении кислорода. Интереснейшая тема. И что же мы имеем за три дня обсуждения? Всего два комментария футбольных спецов, которые являются зафигдатаями сайта. В скобках. Пока писал эту статью, появился еще один комментарий. Закрыть скобки. Я не мог не ответить на каждый из комментариев, потому что посчитал их блестящими и очень значимыми в этой теме. Все. Больше эта тема никого не интересует. Все это я говорю к тому, что отсутствие комментариев ничего не означает. Вообще, мне надоело писать, а в ответ слушать тишину. Но зная, что материалы сайта интересуют как минимум несколько человек, буду продолжать писать хотя бы для них. В этой небольшой статье хотел бы поговорить об одном из сегментов селекции. Точнее, поговорить о том, чего нет и что архивостребовано сейчас и вчера и завтра в футболе. Но прежде чем озвучить свои мысли, хочу сказать о том, что сейчас в футболе в плане селекции. А что сейчас есть? Можете ответить, уважаемый слушатель, не знаю, что вы думаете по этому поводу, а я вижу зоркий взгляд профессионала-селекционера. Причем тайны их работы, тайны в кавычках, находятся за семью печатями. Селекционеры все такие таинственные, недостижимые. Знаете, что находится за семью печатями? Ничего, пустота. Нет, вру. Есть кое-что есть. Есть визуальная оценка. Иногда это уже вершина селекционной мысли и практики. Кандидатов футболисты тестируют на скорость. Это единственный тест. Снова вру. Иногда еще предлагают продемонстрировать прыжок с места. Ну, очень важный в кавычках параметр для определения потенциала кандидатов футболисты. Остальное известно всем. Селекционер смотрит своим непостижимым для других взглядом на молодых футболистов и определяет, кому идти дальше, а кому попрощаться с футболом. Никогда не забуду слова великого в кавычках селекционера Саба Ёжифа Ёжифовича. Он говорит, мне достаточно взглянуть на мальчишку и я скажу, будет он играть в футбол или нет. За дословность фразы не ручаюсь, но смысл передаю точно. Откуда такая самоуверенность у божьих помазанников от футбола? Ответ очевиден. В современном футболе нет селекционного фильтра как такового. Есть мнения отдельных специалистов, которые далеки от единой системы отбора. А нужна ли такая система? Если смотреть на футбол как на развод болельщиков, которым втюхивает современное зрелище как искусство, то тогда все в норме, никакой системы не нужно. Достаточно найти способных ребят и замутить финансовое варево вокруг их персон. Если же смотреть на футбол как на искусство, высочайшее искусство, то без системы отбора футбол с места не сдвинется. Для меня это очевидно. Как организовать подобную систему? Как ее создать? Все зависит от того, кого вы хотите видеть в команде. Отсюда и критерии отбора. В этой статье я озвучу только один параметр отбора футболистов. Бойцовские качества. Другими словами, это отделение волков от зайцев. Подобное качество футболистов невозможно увидеть на единственном просмотре гениальных селекционеров. Возможно, кому-то и даже не кому-то, а многим, мне понравится то, что я говорю о селекционерах в иронично уничтожительном тоне. Это не случайно. Меня задевает то, что в своей работе они руководствуются не проблемами футбола в их сфере, а личным интересом. Что нового они придумали за последние 50-100 лет? Что? Ничего. И снова вспоминаю слова Лобановского. Ничего нового в футболе уже придумать нельзя. Когда-то считали невозможным телефонную связь без проводов. Ох, как ошибались. А Лобановский что, Бог? Такой же смертный, как и все. И так же ошибался, как и все. Я не сторонник Лобановского и знаю, какие ошибки он допускал. Но снимаю перед ним шляпу за то, что он подходил к футболу системно. Системно. Какая система отбора у современных селекционеров? Смешно даже задавать такой вопрос. Вернусь к теме. Нужны ли бойцовские качества в футболе? Только слабоумный ответит отрицательно. А если так, то скажите, кто и как это отслеживает? Ответ вы знаете. Может быть это невозможно выявить? Ошибка. Возможно. Здесь прервусь, чтобы высказать одну мысль. Может быть легче воспитать бойцов, нежели их выявлять при первичном отборе? Хочу озвучить следующую аксиому. Для меня, во всяком случае. Все, что касается интеллекта и духа человеческого, развить в 100 крат сложнее, нежели подобрать ребят с необходимыми качествами и способностями. Иногда это сделать просто невозможно, так как заячья сущность может быть запрограммирована от рождения и не подлежит никакой коррекции в принципе. Подобных исследований я не знаю. Думаю, что их никто не проводил. Во всяком случае в футболе. Бойцовский характер, вне всяких сомнений, относится к области человеческого духа. Вот почему отделение волков от зайцев – необходимый уровень селекционного фильтра. У некоторых может возникнуть вопрос, чем так опасны зайцы, если у них отменная техника, если они не уходят с поля без забитых мячей. Как вы думаете, уважаемый слушатель, такое может быть? Может. Отвечая абсолютно серьезно. Может. Дело в том, что игры, где ответственность за результат невелика, и где разница между соперниками в игровых кондициях существенна, могут быть сыграны зайцами отменно такие игры. Ни одна живая душа, наслаждаясь великолепными голами, хитроумными передачами, даже подумать не сможет, что этот футболист может подвести команду. К сожалению или к счастью, футбольная история может привести не один пример подобного рода. Как распознать зайцев? Очень просто. Эти люди перегорают перед игрой, а когда команда выходит на футбольное поле, они уже представляют слабую тень тех игроков, когда не было большой ответственности за результат игры. В игре эти люди становятся малозаметны, избегают серьезных стыков, не проявляют или проявляют мало игровой инициативы и так далее. Другими словами, зайцы – это неосознанный удар ножом в спину команде. Для того, чтобы в суперважных матчах команда не оказывалась зайчем в форс-мажоре, подобных футболистов нужно выявлять уже на первичном отборе в футбольную школу. Как это сделать – это уже другой вопрос. Главное, что это не только сделать реально, но и достаточно беспроблемно. Не нужно применять прием под названием «меч Македонского», когда великий воин при отборе в свою личную гвардию заносил меч над испытуемым и делал ложное рубящее движение, останавливая его, то есть меч в сантиметрах над ключицей. Если испытуемый бледнел – выгоняли, если краснел – брали в гвардию. Достаточно использовать пару тестов и парочку испытаний. Эту статью я написал для того, чтобы слушатель высказался по этому поводу. Вопрос один единственный – нужно ли включать в систему отбора отделения волков от зайцев или нет? Было бы неплохо, если бы комментаторы статьи приводили не только свои мнения, но и по возможности их обосновывали. У меня все, господа.